Большое спасибо за приглашение. Прошел уже такой заметный период времени, когда я был у вас последний раз. Очень приятно очутиться на столь весомом заседании еще раз. И на этот раз тема моя такая очень обширная. Честно говоря, я изначально задался вопросом о том, успею ли я. Достаточно много слайдов, может быть я что-то буду пропускать. Заранее прошу за это прощение, при необходимости мы обязательно к ним вернемся. Называется тема очень широко «Междисциплинарный подход в лечении кислотозависимых заболеваний». И по хорошей традиции, позвольте напомнить о своем конфликте интересов, я сотрудник кафедры клинической фармакологии и терапии имени Академика Водчила, это Российская медицинская академия постдипломного образования. Ну а здесь, собственно, я благодаря в том числе и компании «Микролапс», которая производит препарат «Ланцит», и при их поддержке, собственно говоря, я сегодня и выхожу в эфир. Итак, помните, как у Ильфа и Петрова, да, плодотворная дебютная идея, что такое кислотозависимые заболевания, что такое междисциплинарный подход. И на самом деле вопрос очень интересный. Термин «достаточно устоявшийся кислотозависимые заболевания», если мы окунемся в недра интернета и попробуем найти какое-то более-менее официальное, общепризнанное определение, что такое кислотозависимые заболевания, мы его, пожалуй, найти и не сможем. У нас будет достаточно много вариантов, подходящих по смыслу, похожих друг на друга определений кислотозависимых заболеваний. Есть аналоги, в том числе и зарубежные, вот здесь, например, из Мерковского справочника, да, acid-dependent, acid-pepsin-dependent disorders. В общем, можно сказать, что под кислотозависимыми заболеваниями все подразумевают, как я уже говорил, в принципе, одно и то же. Это заболевания желудка или пищеварительной системы, связанные с избыточной кислотностью желудочного сока. Некоторые концентрируются исключительно на верхних отделах пищевод желудок, 12-перстная кишка, некоторые распространяют кислотозависимые заболевания на все пространство желудочно-кишечного тракта. Ну, что может быть и правильно. Ну, если говорить о том, что же, какие заболевания зависят от избыточной кислотности, то тут, конечно, вспомним язвенную болезнь желудка, 11-перстной кишки, герб, гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь, панкреатит, некоторые виды функциональных кишечных расстройств и так далее. Ну, и почему подход междисциплинарный? Ну, потому что кроме гастроэнтеролога с этими проблемами может в своей практике столкнуться абсолютно любой врач, любой специальности. Это и терапевт, это и хирург, это и специалисты узкого, как модно говорить, профиля, да, кардиологи, анестезиологи и так далее. И подход-то, в принципе, к кислотозависимым заболеваниям, он достаточно одинаков. Тут можно вспомнить достаточно долгую историю о подходах к регулированию секреции с помощью фармакотерапевтических методов, которая началась еще с атропина, в перензепин, в прегумид, открытия блокаторов гистаминовых рецепторов второго типа, которые, по сути, произвели такую революцию, да, в подходе. Ну и выход в 70-е годы, в принципе, уже на какие-то прототипы предшественники молекул того класса, фармакотерапевтического класса, который, ну, в настоящее время является таким королем, да, на рынке регулирования кислотности желудочного сока, это ингибиторов протонной помпы. В 70-х годах, ну, в разных статьях встречаются разные данные, ну, в общем, в середине 70-х годов в лаборатории шведской компании Hustle, которая принадлежала корпорации Astra, группа исследователей работала с противовирусными препаратами, проводила рутинный мониторинг, рутинный скрининг потенциальных молекул кандидатов и, собственно говоря, для перидилтиоцетамида, который относился к противовирусным препаратам, было обнаружено свойство на животной модели у кроликов достаточно сильно влиять на кислотность желудочного сока. Так появился, история на самом деле несколько сложнее, чем я ее пытаюсь описать, так появился тимопрозол, то есть самый первый ингибитор протонной помпы. Затем, в 88-м году он вышел на рынок, причем в разных странах он выходил на рынок у разных компаний, например, в США его запускала Merck, в Европе его запускала Astra. В 91-м году появляется второй ингибитор протонной помпы, который сейчас доступен на рынке, как раз это вот Lancet, который был синтезирован изначально компанией Takeda, потом Pantoprozol 94-й, Rabi-Prozol 98-й, очень быстро после Pantoprozola, и в 2001-м году появляется Изоми-Prozol, чуть позже Dexlanza-Prozol, Iloprozol и Tenatoprozol, но вот последних двух у нас нет, на рынке они к нам так и не пришли, хотя у них есть определенные такие качества, которые можно было бы отметить, но у нас на рынке их нет. И вот в 2015-м году появляется первый калий-конкурентный ингибитор протонной помпы, это вот тот препарат, по которому сейчас достаточно много публикаций, это Ванапрозан, в Японии он был зарегистрирован в 2015-м году. У нас он тоже зарегистрирован по правилам централизованной процедуры ЕАЭС, но на рынке его пока что нет. Собственно, все ингибиторы протонной помпы имеют очень схожую структуру, они отличаются только радикалами от правой части слайда, мы с вами можем, в принципе, увидеть, что основная молекула, она неизменна. И проходит действие, реализуется действие ингибиторов протонной помпы, в принципе, у всех одинаково. Сначала это абсорбция, метаболизм первого прохождения в печени, переход в париэтальные клетки, активация, блокада, собственно говоря, протонной помпы и выведение. Я вот быстро, как клинический фармаколог, я обязан это сделать, хочу быстро напомнить вам об основных этих фармакологических моментах ингибиторов протонной помпы. После всасывания, они все достаточно быстро всасываются, безусловно, есть определенные отличия в скорости всасывания, которые клинически, я дальше это покажу, не играют существенной роли. После всасывания в кишечники, они проходят через первичный метаболизм в печени, максимальная концентрация достигается тоже достаточно быстро. Ну и по биодоступности, она достаточно сильно для некоторых ингибиторов протонной помпы, зависит от повторных доз. Она достигает выраженности для амепрозола, у которого биодоступность при первом применении вы видите 37% всего лишь, она достигает максимума уже к третьему-четвертому угню. Ну вот у ланзапрозола, у него биодоступность максимальная, среди своих собратьев 85%, соответственно, он достигает своих максимальных концентраций быстрее. Метаболизм. Достаточно тоже интересные данные по метаболизму. Все ингибиторы протонной помпы являются субстратами цитохрома ЦИП-3А4 и ЦИП-2Ц-19. ЦИП-2Ц-19 играет преимущественную роль в метаболизме, а ЦИП-3А4 является дополнительным путем. Но есть определенные моменты, на которые мы должны с вами обратить внимание. Это метаболизм через ЦИП-2Д6, который характерен для амепрозола, который характерен для эзомепрозола. Ну и вот сейчас есть публикация о том, что характерен для рабепрозола, может быть и в меньшей степени, чем для первых двух, но тем не менее такие работы есть. И вот с метаболизмом по ЦИП-2Д6 связана определенная опасность лекарственного взаимодействия с другими субстратами ЦИП-2Д6. Куда относятся и трициклические депрессанты, и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, опиоиды, метоклопромид, шенформин, некоторые антиаритмики и противорвотные препараты типа антонцитрона, тропицитрона. И, соответственно, риски лекарственных взаимодействий для тех ингибиторов протонной помпы, которые метаболизируются через ЦИП-2Д6, они выше. Не буду подробно вот здесь останавливаться, это очень подробная схема, опишу ее вкратце, что после того, как ингибиторы протонной помпы попали в кровоток, они возвращаются к париэтальным клеткам уже из печени, да, и накапливаются в просвете секреторных канальцев, где, собственно говоря, и происходит вся магия, да, протонирование помпы, связывание, превращение в сульфенамид, связь с сульфенамида с протонной помпой и ее блокада. Блокада это необратимо. То есть заблокированный фермент уже работать не будет. И восстановление секреции здесь возможно только после того, как произойдет синтез новых молекул протонных помп. Сейчас идут работы в направлении, так называемых, несуэцизальных ингибиторов, которые будут блокировать протонную помпу, да, отсоединяться и действовать дальше. И еще очень интересный момент, это то, что протонная помпа, все протонные помпы не могут быть заблокированы за один раз, ну, потому что они неактивны. То есть блокируется определенная часть, там, по разным данным, от 50% до 2 третей протонных помп блокируются при первом, как бы, взаимодействии с ингибиторами протонных помп. Фармакокинетика и фармакодинамика, она у нас невозможна без рассмотрения экскреции, выведения. И вот здесь мы видим, что, в принципе, все ингибиторы протонной помпы имеют преимущественно, да, выведение двойное, то есть по двум путям, это через почки с мочой, через печень с желчью, ну, вот у ланзопрозола смещена картинка, смещен график именно в сторону выведения препарата с желчью. Имеет ли это клиническое значение? Да, это может иметь клиническое значение у пациентов с тяжелыми поражениями почек, у которых будет преимущественно для нас важен печеночный путь выведения, в отличие от других ингибиторов протонной помпы. По эффективности, клинической эффективности, мы можем сказать, что все ингибиторы протонной помпы сопоставимы по своему кислотоснижающему эффекту. Много работ, и тут можно дискутировать, доставать из коллекций различные статьи, оперировать ими друг перед другом о том, что этот ингибитор протонной помпы лучше в данном исследовании, а этот лучше в том исследовании. Ну вот мне кажется, что определенную такую точку в истории соревновательной был поставлен большим метаанализом, который включался от 277 клинических исследований. Вот здесь он представлен на слайде. Несмотрите на его, ну, такой достаточно почтенный возраст. Это 2009-2010 год, но тем не менее, огромнейшая база, которую проработали исследователи, она, мне кажется, так поутихомирила, да, успокоила все эти споры между ингибиторами протонной помпы о том, кто из них лучше. Потому что было показано, что по большинству ислодозависимых заболеваний, не только, эффект их сопоставим. Я не буду зачитывать все, что здесь есть на слайде. Это выводы данного систематического обзора. Но я вот подчеркнул, специально выделил цветом, самые ключевые слова, да, в выводах. Никаких отличий, одинаковые, одинаково. Отличий не обнаружено, одинаковая эффективность, одинаковый контроль симптомов, например, при нейрозимной форме ГРБ, при язвенной болезни одинаково эффективны, никаких доказательств различия, никаких различий и так далее. И в том числе по НПВС-гастропатии, которой я сегодня тоже обращусь. Таким образом, получается, что среди ингибиторов протонной помпы начинают, вопрос в выборе, да, ингибитора протонной помпы, начинают играть не столько даже вопросы эффективности, она в принципе сопоставима, сколько вопросы безопасности и вопросы качества и доступности того или иного ингибитора протонной помпы. Давайте посмотрим о том месте, который занимает данный класс препаратов, ланзопрозол, вот в некоторых кислотозависимых заболеваниях. Я, безусловно, не смогу их охватить всех, я сосредоточусь на более важных, на мой взгляд. Ну и, конечно, начнем мы классически с хеликобактер пилореассоциированного гастрита. И вот как раз в продолжении нашей вступительной беседы по МКБ-11, в МКБ-11 хеликобактер пилореассоциированный гастрит, хеликобактер пилореассоциированный дуаденит, желудочная язва и так далее, это отдельные нозологические единицы. Здесь представлен скриншот сайта ВОЗ, официальный сайт МКБ-11, где, в принципе, можно найти по запросу хеликобактер пилоре все те заболевания, которые теперь в МКБ-11 выносятся отдельно для данной бактерии. Безусловно, это инфекционное заболевание, и маостритский консенсус 6, которому вот год уже стукнул, он это отдельно подчеркивает. Проблема хеликобактер пилоре для нас актуальна. Мы относимся к той стране, где распространенность данной инфекции достаточно высока. 65-92% взрослого населения инфицированы хеликобактер пилоре, встречается она и у детей, и у подростков, мы видим 29-56%, соответственно. Ну и мы с вами, коллеги, тоже находимся в зоне риска инфицирования хеликобактер пилоре. Здесь среди медработников распространенность 55-71%. Но неравномерно по регионам распространена эта инфекция. Вот здесь приведены графики, приведен график наших уважаемых коллег, которые проводили метаанализ, соответствующие исследования, и мы видим, что по сравнению с 2017-м году, например, в 2019-м году отмечалась положительная динамика по снижению заболеваемости в ряде регионов. Ну а с другой стороны, в ряде регионов, наоборот, достаточно заметный рост на сотни процентов. Ну, например, Волга, Северный Кавказ, Центральный Федеральный Округ, здесь мы видим достаточно заметный рост инфицировательности хеликобактер пилори. Напомню, что это не только гастрит, дуаденит, это гиперацидность. И вот Мастрит, как раз Мастрит, флорентийский консенсус 6-й нам говорит о том, что в принципе гиперацидность может быть и не характерна для хеликобактер пилори инфекции. Не обязательно она сопровождается гиперацидностью, он может быть связан с снижением или отсутствием вообще из какого-либо изменения секреции кислоты в желудке. Кроме таких достаточно заметных вещей в виде язвенной болезни гастрита дуаденита, эрадикация хеликобактер пилори рекомендуется пациентам с необъяснимой железодефицитной анемией, диапатической тромбоцитопенической пурпурой, дефицитом витамина В12. И также есть исследования по функциональной диспепсии, даже есть рекомендация Мастритского консенсуса 6-го по тому, что функциональная диспепсия может быть выставлена только после эрадикации хеликобактер пилори или подтверждения отсутствия инфекции. Заметно ухудшилась ситуация после пандемии COVID-19. Она негативно повлияла. Это отдельный стейтмент заключения консенсуса экспертов. И, безусловно, в данном консенсусе, который состоял из нескольких рабочих групп, рекомендаций нескольких рабочих групп, большой акцент сделан на связи хеликобактер пилори и развитие аденокарциномы желудка. Если мы посмотрим на раздел лечения данного консенсуса, то нет схем, которые бы не включали в себя ингибиторы протонной помпы. Без уточнения, какие именно. Здесь есть определенное несовпадение с нашими рекомендациями, где некоторые ингибиторы протонной помпы конкретно указаны. Но вот в оригинальном тексте консенсуса акцент делается только в одном случае, на энезомепрозоле в комбинации с левофлокцицином. В остальном это просто ингибиторы протонной помпы. Но они есть везде. Всего этих схем я посчитал их 16. Изменились подходы по выбору схем в консенсусе. Она теперь зависит от резистентности к лоритромицину. И тут нужно отметить все-таки позитивный момент, что резистентность к лоритромицину, опять же, по данным двух метаанализов, которые проведены в нашей стране, она невысока. Вот вы видите, то есть она не критична, не 15%. Вот вы видите, что согласно данным одного метаанализа составляет 10%, согласно данным другого метаанализа 11%, почти 12%. Большой вопрос, большую роль играет комплайнс пациентов. Издетому тоже посвящены отдельные разделы маостритского консенсуса и, собственно говоря, наших отечественных клинических рекомендаций гастронатологической ассоциации. Разные методы по повышению комплоентности, по повышению эффективности радикационных схем представлены. Ну и в том числе делается акцент на том, что обязательно работа с пациентами по соблюдению того плана лечения, объяснению им плана лечения радикационной схемы, которого стоит придерживаться. Потому что это критически влияет на эффективность терапии, на эффективность радикации в целом. Вот здесь представлены данные, например, исследования, которое показывает, как значительно снижается успех эрадикацией у пациентов некомплоентных. И, конечно, с этой точки зрения большое значение, и в отечественных рекомендациях это тоже указано, играют стандартизированные наборы, стандартизированные комбинации, которые помогают преодолеть, повысить комплоентность пациентов. У нас их немного на рынке, и вот одно из них как раз является препарат ланциткид, который сразу включает не только ингибитор протонной помпы, но и клоритромицин, и амопсицелин, 14-дневная радикационная схема для таких пациентов. Она обеспечивает лучший комплайнс, и тоже были проведены исследования, которые это доказывают. Вот здесь они приведены. Я не буду останавливаться здесь. Вы видите, что сам препарат представляет из себя стандартизированный набор, капсулы находятся в одном блистере, и, в принципе, пациенту достаточно просто соблюдать правильный прием, правильную схему эрадикаций. НПВС гастропатии, я уже буду подходить к концу, постараюсь ускориться. НПВС гастропатии, их становится все больше, рынок НПВС растет, сейчас это почти 21 миллиард долларов, в 2032 году плюс 8 миллиардов нам обещают. С 1977 года, когда впервые в New England Journal of Medicine была опубликована статья, в которой была показана, что смертность НПВС гастропатии от кровотечений, связанных с ними, намного выше, чем от целого ряда заболеваний, множественных мейломы, ракшайки матки, неходшкинские лимфомы и так далее, сопоставимо с ВИЧ-инфекцией, ситуация поменялась достаточно сильно. НПВС, напомню, они действуют системно и местно, то есть у них такой очень сложный механизм влияния на защитные факторы слизистой желудка и очень сложные взаимодействия с хеликобактер пилори. Здесь достаточно противоречивые данные о том, как хеликобактер пилори, инфекция влияет на НПВС гастропатии. В любом случае, это два независимых друг от друга фактора, и при их сочетании важность эрадикационной схемы, она возрастает в использовании ингибитора протонной помпы. НПВС ассоциированных поражений у нас достаточно много, могут быть бессимптомные проявления. И напомню о том, что НПВС гастропатии характерны не только для неселективных НПВС, но и для селективных тоже, и мета-анализов, которые это подтверждают, было опубликовано немало, например, вот исследования СОС и так далее. Риски кровотечения при использовании НПВС возрастают, если мы их комбинируем друг с другом, если мы их комбинируем с антикоагулянтами, если мы добавляем глюкокортикоиды, причем риски возрастают достаточно сильно, вот в 5-7 раз и больше. И единственным правильным в настоящий момент подходом к лечению НПВС гастропатии является использование ингибиторов протонной помпы. Именно благодаря ингибиторам протонной помпы мы смогли достичь того, что частота развития кровотечений из разных отделов ЖКТ значительно снижается. Вот данные мета-анализы 2023 года, и мы видим эти тренды на снижение количества кровотечений в мире. А по антикоагулянтам я уже говорил о росте риска, и использование ингибиторов протонной помпы тоже в большинстве исследований показало уменьшение риска развития кровотечений у пациентов, принимающих антикоагулянты в 4 раза. Вот данные, которые были получены более чем на полутора миллионов пациентов. Клопидогрелл не антикоагулянт, но антиагрегант. И по клопидогреллу надо обязательно сделать оговорку, что еще в 2015 году FDA и другие строгие регуляторные агентства издали постановление о том, что не рекомендуется использование клопидогрелла совместно с амепрозолом, потому что это увеличивает риск лекарственных взаимодействий. И вот даже в официальной инструкции Плавикса мы можем увидеть указание на то, что при необходимости использования ингибиторов протонной помпы лучше использовать ланзопрозол. Язвенная болезнь 2020 года, здесь, пожалуй, ничего не изменилось, тоже радикационные схемы, это тоже ингибиторы протонной помпы, в том числе и ланзопрозол. Ну и здесь нужно сказать, что вот препарат ланцит, у нас осталось не так много ланзопрозолов на рынке, можно сказать, что их почти не осталось. И вот препарат, который на самом деле является одним из лидеров среди ингибиторов протонной помпы в мире, как-то так исторически сложилось у нас, что он оказался несколько, может быть, подзабытым. Но, тем не менее, препарат имеет место быть, у него есть своя специфическая ниша, я постарался ее кратко описать, если будут какие-то вопросы, буду готов на них ответить. Да, спасибо большое. Ну вот у меня есть, конечно, вопрос сразу по поводу того, что растет геликобактер в каких-то регионах, а вот там много, тысячи процентов, если я правильно услышу, цифру прироста, что само по себе вообще фантастическая цифра. 300-400 где-то вот так. Ну, 300 тоже, согласитесь. Ну, ладно, неважно. Значит, а есть ли такие же наблюдения по различию в частоте язвы, например, или еще чего-то? Тут нужно сказать, что... Распространение-то есть между распространенностью геликобактером и распространенностью болезни? Распространенностью гастритов, дуаденитов впервые диагностированных. Гастриты с дуаденитами, вы же понимаете, это так. Ну, понимаете, очень сложно вычленить вот этот вот момент по язвенной болезни, потому что ее стало намного меньше, согласитесь, как сколько ее было. Но вот благодаря тем же ингибиторам, благодаря внедрению схемы радикации, ну, и не только им, конечно, но и совершенствованию скорой помощи, хирургической помощью, появлению эндоскопических методов. То есть вот много факторов сразу сыграли. Язвенная болезнь, вот царица гастроэнтерологии, она ушла даже не на второй план. И у нас сейчас, да не только у нас, по всему миру, на первом месте среди вот поражений ЖКТ, мазологии ЖКТ, да, стоит гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Вопрос, конечно, интересный. С язвенной болезнью, вот сможем ли мы здесь найти связку? Ну, мне не попадались. Может быть, они и есть такие исследования. Вопрос возникает логичный, да, если там резкий рост возбудителя, который якобы вызывает язву, да, значит, должна быть и язва, а язвы нет. Да, вопрос, конечно, очень интересный. Связь. Так себе. Ну, ладно, это я просто любимая тема, я про геликобарку могу долго обсуждать. Я помню. Вот, и второй вопрос, который тоже возник, но мы его уже тоже обсуждали с вашим начальником, с Дмитрием Сычевым, по поводу кровотечения и ПЛАК. Значит, вот мы имеем тысячи людей, которых мы провели на ПЛАК. Мы практически не имеем кровотечения. Значит, те цифры, которые вы приводите, они на самом деле, извините, это к вам не относится. Они лживы, потому что никто нигде никогда не отменял НПВС и аспирин. А то, что аспирин и НПВС дают огромное количество кровотечений при применении ПЛАК, это очевидно совершенно. Вот, мы первое, что мы делаем, мы отменяем всем антиагреганты. То есть, мы никому, всем говорим, ребята, никаких антиагрегантов. И тогда количество кровотечений, ну, оно просто минимально. Просто минимально. И те цифры, которыми... Я почему к этому очень болезненно отношусь, потому что как только начинаешь говорить про ПЛАК, все говорят, как? Столько кровотечений, вы что, посмотрите литературу. А в литературе не отмытые больные. Понимаете? Да, понимаю. Там, к сожалению, вот они усиливают все кровотечения, которые связаны с НПВСом и аспирином. Но это даже не вопрос, это просто комментарий. Да, я вот, если позволите, ремарку небольшую. Вот сейчас идет очень интересное исследование, в котором я тоже участвую. Пока еще результатов нет, но мы надеемся, что в следующем году мы их получим. это изучение как раз связи между развитием кровотечений и потреблением ПОАК, которое мы видим по данным больниц, которые... Вот насколько будет взаимосвязано, опять же, даже в тех же регионах, мы хотим снять статистику и по федеральным округам, и по республикам и так далее. Как вы учрините НПВС из этого? По формам извещений. Я понимаю, что вы скажете, что есть андеррепотинг в спонтанных сообщениях, но мы примерно знаем его величину. Мне кажется, все равно, если там будут какие-то статистические взаимосвязи, мы их должны увидеть. Ну ладно, поговорим позже. Тема все равно остается, но главное, я вот просто обращаю внимание, что если мы даем ПОАК, ребята, отменяйте НПВС. Это вот прямо 100%. Да, там риск в 7 раз при совместном применении. Если говорить про больных, которые поступают на двух этих препаратах, это такой кошмар обычно, такие кровотечения тяжелейшие. Я вот пролистнул на эту табличку, но вот я их чисто физически знаю, этих больных. К сожалению, сместилось при форматировании, но там вот за текстом, там самая большая цифра в этой таблице, там риск в 8 раз практически. Да, значит, есть ли так много геликобактера, как и герпеса, стоят ли такие усилия по эрадикации? Не понял, поясните. Если там 60-70% людей имеют геликобактер, надо ли так усиленно добиваться его эрадикации? Вот вы прямо вот в акстерийском консенсусе, в обсуждении, там этот вопрос тоже звучал. И кроме геликобактера, там много кто живет на самом деле, желудочный микробиом. И только ли геликобактер виноват, и он ли виноват? Ну, в том, что он виноват, да, мы уверены, благодаря Уоррену Маршалу. А вот что делать с остальными бактериями, которые там живут и процветают? Вопрос, я думаю, еще не близко. Постой, а вы что, когда у вас герпес, вы ацикловир, извините, товарищ Александр Семени, задающий вопрос, вы ацикловир применять не будете? Там есть свои... Нет, я к тому, что если есть инфекция при язве, то вы будете применять методы, направленные на ее уничтожение. Вот, собственно, ответ на вопрос. Надо ли всем освобождаться от геликобактера не больным? Это я не знаю. Это я не могу сказать. Хорошо, следующий вопрос. Слушала здесь лекцию, возможно, конечно, ошибаюсь, что для протекции при приеме НПВП ребагид эффективнее ингибиторов. Да, хороший вопрос. И тут у нас есть определенные противоречия между ребами НПВПДом и между нашими отечественными рекомендациями и шестым консенсусом Махстрицкого, где ребами НПВПД нет. А у нас он есть. И это обосновывается наличием трех метаанализов, в которых было показано, что его добавление в схему оно увеличивает эффективность. Но эти доказательства убедительными, по всей видимости, именно для экспертов Махстрицкого флорентийского консенсуса оказались недостаточными. Но, с другой стороны, как бы и подвергать авторитету, подвергать сомнению авторитеты наших ведущих гастроэнтерологов сомнительно. То есть, в наших отечественных рекомендациях он есть для повышения эффективности, в Махстрицке 6 его нет. Так, как вы относитесь к публикациям на тему корреляции длительного приема ИПП и роста когнитивного дефицита? Вообще, вопрос безопасности ИПП вопрос очень и очень непростой. Постоянно появляются такие работы. Насколько я помню, по когнитивному дефициту там было достаточно много вопросов, потому что по конфаундингу. То есть, связь есть, корреляционная, но причина следственная или она, таких данных нет. Вот придет как-то идти, он нам все расскажет. Искусственный интеллект решит все за нас. В рекомендации при стентировании коронаров при наличии еще и ФП дезагреганта плюс ПАК минимум месяц ничего не поделаешь. Подождите секундочку. ФП это ПАКи, а не дезагреганты. Насчет стентирования коронаров я боюсь, что это мое личное мнение, я прямо сразу не буду даже вдаваться в обсуждение с выступающим, что дезагреганты уйдут, останутся одни ПАКи. Не, не, фибрилляция понятно, про фибрилляцию понятно, это все. Вот, я думаю, что мы сейчас будем наблюдать смену вех. Аспирин ведь показал свою неэффективность полную, да, это же уже всем известно. Поэтому мы сейчас как раз на той стадии, когда ПАКи новый появляется, да, препарат, они будут вышибать антиагреганты. так, давайте мы немножко уже, так сказать, время перебрали. Спасибо. Ну, было интересно. Спасибо. за очень хороший доклад, очень Спасибо.